Сегодня нашим гостем будет Денис Глушаков, полузащитник сборной России и подмосковных Химок. Денис, привет, очень рада тебя видеть. У тебя улыбка меняется уже лет 15. Это очень здорово. Здорово, у тебя хорошее настроение. Расскажи, когда получил вызов сборной, ожидал ли его и какие ощущения были? Вызов в сборную, конечно, всегда это праздник для любого футболиста, потому что ты играешь ради, наверное, сборной, каких-то титулов, трофеев. Какая-то мотивация есть, наверное, это самая главная мотивация, защищать честь страны. А как получил, как и все, наверное, получают. Первый позвонил Валерий Георгиевич, после Уфы спросил мое желание, если вернуться в сборную, хочу играть, не хочу, как состояние, желание. Мы пообщались с ним, я ему сказал, что да, есть желание, конечно, ну и все. И потом уже был расширенный список и окончательный список. Все, как и обычно. Ну, последние, ты, получается, в сборной не был года три. Какие у тебя остались последние впечатления о нахождении в Новогорске вообще в составе национальной команды? Впечатление, как только приехал, а то, что было, ну, это было, это все уже история. Это уже в прошлом, да, наверное, три-три с половиной, не знаю, сколько лет, не считал даже после матча с Бразилией не вызывался. Настроение отличное. То, что, ну, не вызывали, не вызывали. Дальше тут о чем-то думать, вспоминать или еще что-то. Нет смысла, надо жить сегодняшним днем и двигаться дальше, играть, получать удовольствие от футбола. Осень для тебя выдалась такой очень плодотворной. Столько голов, столько, ну, такая хорошая игра. Это что? Это такая новая молодость или что? Или ты, может, стал приверженцем, не знаю, биохакинга и молодишься? Да, нет. Молодая жена просто. Химки разворачивают атаку 3 в 1. Глушаков забивает в четвертом матче подряд. Чудо, а не старт сезона. И Химки выходит вперед. Ну и, как мы с вами знаем, да, Глушаков это похороны. Играя в Ахмате, просто никто не говорил и не замечал. Я там тоже забивал голы и был в нормальной физической форме. Ну, на тот момент не вызывался, просто в сборную. Вот. И тоже забивал голы. А то, что сейчас, ну, хорошо поработал на сборах, хорошо подготовился. Была мотивация, я еще раз говорю. Были какие-то для себя, наверное, поставленные цели. Прежде всего, наверное, вернуться в сборную, играть. 34, там, говорят, ветераны. Сегодня я там некоторых футболистов встречал в сборной. И когда мне сказали, ты что, не заканчиваешь? Я говорю, так вот у меня товарищ, так что прошел. Те сколько лет? Он говорит, Т-34. Вот почему только на мне зациклились, зациклились, что я якобы старый, да. У нас есть примеры, там, Юра Жирков играл, и Серега Игнашевич. Многие играли 36-38 лет. Так что, то, что голы забивал, ну, люблю забивать голы, наверное, есть какая-то чуйка такая, что в нужном месте, в нужное время нахожусь и отрабатываю какие-то моменты, удары. Вот из-за этого и залетают голы. Как начинаются все твои дни, расскажи, это всегда интересно, именно, ну, как бы, то, что происходит на поле, мы все видим, но как, чем живет футболист, когда болельщики не видит? Как начинается, что ты делаешь, чем ты завтракаешь? Да, у меня день начинается и ночь начинается, когда ребенок начинает плакать, у него сейчас зубы режутся, вот. И, в принципе, я просыпаюсь, супруге помогаю, иногда бывает и кормлю, зачастую она, конечно, вот. Ну, в любом случае помогаю, а так рано утром всегда просыпаюсь, на тренировку ехать, позавтракаю, жена что-то приготовит, перекусить. За весом надо следить, так что, вот, особо сладкое не ем, потому что уже наслышан, что говорят здесь, сахар не дают или еще что-то. Но я сахар вообще не ел, вот. Так что меня, наверное, это не пугает. И завтрак, тренировки, какие-то дела сделать, домой вечером, если есть время прогуляться с детьми. Ну, а что на завтрак? Яичницы, сырники? Я люблю сырники больше всего, вот, и для меня сырники, это как зубы почистить, наверное, для меня важно. Ну, сырники, каша, ну, иногда бывает, хочется яичницы какие-то, сэнвичи, на бутерброды, что-нибудь такое, все, как бы, как у всех людей. Так что, что организм требует, что есть холодильники, я непривередливый, я могу все покушать, так что. Расскажи, как себя вообще чувствует человек, у которого есть три дочки просто, как это, что это? Счастливый, счастливый человек, у которого есть три дочки, но на этом не будем останавливаться. Ну, на дочках, я думаю, мы остановились, уже хватит, вот, теперь нужен мальчик, тогда вот можно будет остановиться. Ну, после воспитания, как бы, первый, второй, ты уже понимал, что ждать, когда родилась третья, да, уже в браке с Ксюшей. То есть ты понимаешь, что, как тебя, что они любят, чем живут девочки в настоящее время. Ну, девочки, да, ну, маленькие грудные дети, в принципе, они все одинаковые, что пищат, кряхтят, кричат, менять памперсы, купать, вот. Ну, мило сейчас отличается, конечно, с каждым годом, наверное, каждый ребенок по-своему как-то рос и развивался, да. Наверное, у нас генетика с Ксюшей, да, мы два спортсмена, очень активный ребенок и уже там плавает, плавает, учитель по плаванию приходит, да, ныряет, там плавает. Когда я первый раз увидел, я был в шоке, вот, а в шесть месяцев, да, когда ей еще шесть не было, когда она начала уже вставать, ну, это тоже для меня, как, впервые стоит уже там, дергается, ну, стоит все равно упертое, вот, сейчас уже вокруг маленькой кроватки, в заборчике держится, ходит, так что уже сейчас скоро ей семь будет и потихоньку, я думаю, быстренько побежит и пойдет. Ну, главное, чтобы футбол тут не пошла. Может быть, у Ксюши другое мнение? Не, она не хочет тоже. Ну, в принципе, ребенок что выберет, я думаю, что будет на душе, так и должно быть, не надо никого заставлять, это, мы недавно общались тоже, разговаривали с Ксюшей, какой вид спорта там, если она пойдет, может, вообще не пойдет. И так выбирали, думали, куда лучше пойти и какие выбирать, ну, так мы и не сошлись на каком-то одном. А старшая, средняя, как часто их удается видеть и чем они живут сейчас, чем увлекаются? Старшая, в принципе, ходит, да, на воздушную гимнастику занимается, вот, нравится ей. Ну, а так, в принципе, ничего, обучение, школа, много занятий, задают уроков, вот. И я думаю, что здесь сейчас у всех детей занятость, наверное, в школе и в учебе очень нагружают детей. Нет, детство мне, мне кажется, чересчур много дают всего. Если бы мне столько давали, я бы с ума сошел бы, честно. Ты любишь музыку? Меломан. Люблю, ну, слушаю. Хорошо, а есть какая-то музыкальная композиция, от которой просто тебя дрожь пробивает? Отец Шефутинский. Не знаю, только песни. Класс, конкретика. Да, вот, ну, я молодой тоже. Есть песни-то. Ну, такие, как бы, я не такой, конечно, там, рэпер какой-то, как молодежь слушает. Ну, я люблю с душой правильные песни какие-то, чтобы были с какими-то, наверное, с правильными словами, не знаю, жизненные какие-то, что-то они значили. Они бум-шарам, пум-пум, что кричат, что орут там, что-нибудь. Не, ну, молодых ты слушаешь, там, не знаю, тиктокеров, Моргенштерна, Слава Марлоу? Ну, нет, ну, это так, ну, могу, там, раз пролетит, и все, и я и забыл, там, что было. На плейлисте нет? Нет такого. Окей, а есть что-то, на что не хватает времени? Наверное, на детей больше времени не хватает. То, что Москва, мегаполис, тренировки плюс-минус какие-то дела, и вечер приезжаешь, могут, ну, не каждый день, конечно же, то спят, то какие-то занятия, уроки, и тяжело скомпоновать это все вместе в график свой, потому что есть пробки, есть тренировочный процесс меняется, иногда, там, вечером, утром ты запланировала, там, что-то поменялось, к примеру, и все, и приехали. А у тебя есть какой-то любимый запах? Это, может быть, там, не знаю, парфюма, может быть, там, не знаю, запах свежей шарлотки? Шарлотку я люблю. Ну, немного, сейчас уже немного. Вот, а запах? Да, не знаю, запах роз, мне нравится запах майских какие-нибудь, свежий, когда, или когда трава подстриженная ранним утром, не знаю, когда просыпаешься, вот, если тебе там придет садовник, когда был, да, подстрижет. Так, сам люблю, сам люблю подстригать траву. Проза или поэзия? Что это? Проза или поэзия? Ну, ты любишь что, читать прозу или стихотворение? Я вообще не люблю читать. У меня времени нет еще, если я еще и читать буду, тогда вообще уже не знаю. Хорошо, а из последних фильмов, может быть, или сериалов, понравилось тебе что-то, есть что-то, что-то прям? Сериала нет, такого прям не сказал бы. Даже в кино последний раз, кстати-то из пандемии, вот эти последние 2-3 года даже и вырваться мне бы, потом в Ахмате еще был. Никуда не ходить, ничего. Как бы, в последнее время я с этим выпал вообще. Я сейчас смотрел вот этот «Не до футбола» или как? Не о футболе. Не футбол, да. И ходили с Ксюшей. И то заходили, потому что она там в конце фигурирует в фильме. Да не, шучу. Просто, ну и в кинотеатрах, в принципе, посмотреть тогда, суббой ничего. Вот так, как-то все затухло. Наверное, у людей тоже времени нет снимать это все. И из-за этого так. Скучно как-то здесь, скучно очень. Хорошо, а твой любимый лук? Лук? Ну, я по одежде. Лук зеленый. Ну, здесь... Вот в кино, например, с Ксюшей. Ну, здесь надо в комфортной одежде. Понятно, что я и люблю и пиджаки, и любил галстуки на свадьбы кому-то на дни рождения одеться. Тоже здесь я как меломан, так и я... Ну, я не шапоголик какой-то, но мне нравится, в принципе, одеваться иногда. Но времени иногда нет. Хорошо, любимая марка. Ну, давай, удиви. Томфорд, нет, ничего такого. Томфорд нравится. Ну, то есть не Дольче Габана, да? Нет, Дольче Габана, хоть и ДГ, Денис Глушаков переводится, но... Как в Курятнике уже, если честно, все время все покупают и все в одинаковом ходят. Это так, плюс-минус. Нравится Томфорд, но сейчас суммы очень большие, дорогие, и раньше как-то попроще все было. Курс растет. Расскажи про Миллерова. Именно, наверное, этот город ассоциируется с тобой, и там любой человек, болельщик, там, не знаю, зритель футбольный, когда едет, там, на юг, проезжает через Ростовскую область, всегда отмечает, там, тебя отмечает Миллерово. Да, да, да. Ты вот так вот стал ассоциироваться с этим городом. Расскажи про него, расскажи про свое детство. Ну, детство было убойное, конечно. Много всего рассказывал уже, много писали, в принципе, не хочется это и повторяться. Ну, что, был хулиган, как и все мальчики, наверное. Любил играть в футбол с утра до ночи на футбольном поле, поля были не очень, но самое главное, это была атмосфера дружеская, боевая такая, что все, все как бы, ну, жили, наверное, футболом, дружбой, как-то вот так вот все объединяло, все друг другу шли на помощь. Не знаю, что, в школу, в школу не хотел ходить, учиться, если честно, так говорить, вот. Ну, рано уехал из Миллерово и понимал, что есть футбол и дальнейшая жизнь. Только меня связывают с футболом, надо было заиграть в футбол, так как еще и династия, там дедушка играл в футбол на Ростовской области, дядя высоких, да, добился. Целей, наверное, вот, и был, можно сказать, звезда тоже, не только, по мне, можно ассоциировать Миллера, наверное, по дяде тоже, мы ушел из жизни, царство небесное, вот, есть еще и Чуканов, олимпийский чемпион в Монреале по велоспорту, так что у нас Миллера такой городок, вот, можно сказать, и спортивный, и не спортивный, да, ну, и мама тоже спортсмен, который по велоспорту, да, там, кандидат мастера спорта, так что, наверное, другого выхода не видел, и уехала, вот, а сейчас, что в Миллерово, ну, в Миллерово, то, что построил стадион, сейчас две, два мальчика уехал в Ор, в этот, в Сатурн, в Подмосковье отправил, ну, есть такая небольшая гордость, то, что уже маленькие футболисты начинают расти, подрастать, детская спортивная школа, там, Миллеровская, родина, она существует, не так много возрастов, да, там, 4-5 возрастов малышей играют, сейчас ездили на детскую футбольную лигу в Крым туда, вот, выступали, так что все своим путем, как говорится, Миллерово как стояло, так стоит, чуть-чуть процветает, то, что футбол появился, то, что детишки появляются, играют, это большое удовольствие получаешь от этого. Ну, скажи, вот говорят, что в Ростове, в Ростовской области все, там, грызут семечки, без семечек не представляют свою жизнь, насколько это правда? Ну, особенно в Миллерово, у нас маслозавод стоит, подсолнухов много, так что семечки много, и, ну, правильно, наверное, говорят, мы на семечках и выросли, так же, как это играли в футбол, там, или покушать не успевали, могли семечки погрызть, там, пойти, яблок нарвать, и уже сытые воды попили, и хватит, и дальше продолжали играть в футбол. Ты каждый год ведь летом проводишь турнир, да, и привозишь своих друзей. Летом и зимой. Летом и зимой, два раза в год. Для чего ты это делаешь? Ну, изначально, когда, изначально я сделал зимние турниры, да, были зимние турниры, это кубок друзей Дениса Глушакова, чтобы, понятно, это не честь меня, моих друзей кубок. Мы собирались после сезона всегда, ну, и собираемся, сейчас пока ковидные, конечно, ограничения, там, мы чуть упустили эту историю, но она будет продолжаться, вот, и собирались, там всегда по 12 команд с области, потом в других начале областей приезжать уже, там, с Волгоградской, там, области, еще, там, ну, много кто приезжал. Футболизация футбола просто, что, потому что по телевизору болельщики, дети видят одних футболистов, которые футболисты приезжают туда, совершенно по-другому относятся, это сближает, можно сфотографироваться, ну, и, наверное, что-то может приметить, потому что ты играешь, не то, что дурачишься, да, там, я бы не сказал бы, что там, так, приезжают дурака повалять, там, зарубы серьезные бывают, потому что там есть призовые фонды и подарки, призы какие-то, вот, заруба идет, вот, и, ну, те же даже пляжники приезжают, да, там, с Лихачевым приезжали неоднократно, они очень любят этот турнир и всегда приезжают, вот, и когда ты увидишь чемпионов мира, там, мишконтинентальных, все-все, в Миллерово, тем более, да, вот, ну, это уже большое. А летом, когда появился стадион, сначала был кубок Родины, я его назвал, ну, как ушел дядя из жизни, я стал его, ну, называть просто кубок Валерия Гушакова, честь дяди памяти, ну, а там уже играют детские дети, дети играют тоже там, ну, по-разному всегда, разные форматы бывают, потому что это лето, идут первенства, чемпионаты, ну, в основном с Ростовской области приезжают дети и в перерыве турнира, допустим, есть какой-то такой, ну, гала-матч, там приезжают также те же, там, и из Москвы футболисты, и из области, там, и тренеры бывшие, все собираются, играют, награждают детей, и тоже своя какая-то есть изюминка. Ну, почему нет, только один раз живем, надо использовать это, делать людям тоже добро, и если чего-то ты добился в жизни, надо этим чуть-чуть поделиться, все равно преумножится, как говорится, потом. Ты играл большое количество времени в Москве, в Локомотиве и в Спартаке, вот у тебя есть какое-то внутреннее ощущение, кем ты себя больше ощущаешь? Нет, честно. Не, я говорю, ну, я и говорил, что я очень благодарен Локомотиву, то, что я сформировался как футболист в Локомотиве, много играл, много, ну, и забивал, в принципе, и был капитаном, для меня Локомотив, как дом родной, как бы я, в любом случае, могут там болельщики на меня обижаться, но есть, если футболист чувствует, что есть застой, то надо, я думаю, уходить иногда правильно, ну, вовремя уйти, и это будет и клубу хорошо, и футболисту хорошо, в принципе, то, что я сказал, что я ушел за титулом, я титулы выиграл, Локомотив выиграл титулы, так что, я думаю, всем хорошо, и клуб Локомотив, тоже заработал большую сумму денег с моего трансфера, я думаю, это всем на руку, конечно, болельщики кричат, конечно, болельщики иногда там ругают, или еще что-то, многие пишут, что вернись обратно в Локомотиве, так что, тут... Ты знаешь, что есть известный мем такой, что как только Спартак проигрывал, тут же появлялась твоя картинка, вот эта фраза, что ты ушел за титулами. А, да, нет, я не знаю, ну, когда я ушел, я уже не следил, там, это был Локаинфо, наверное, сайт, и вот эти все, я тогда уже не лазил, там, не смотрел. Насколько сами игроки до конца понимают именно правила ВАР, и что скажет ВАРу, ты можешь, будучи на поле, понять точно, что он скажет, или нет? Нет, не пойму. То есть у тебя всегда, ты тоже всегда не знаешь, что ждешь, что же скажут? Да, что скажут, и как трактует, непонятно, а еще, вот кто бы понимал, вот сейчас мы с Локомотивом играли, гилю удалили, вроде, да, там красная карточка, и штрафной вообще в другую сторону ставят, все думали, что штрафной мы бить бы, вроде его удалили, и в другую сторону, тоже никто, ни мы не поняли, ни Локомотив не понял, по-моему, никто не понял, вот, ну, потом, когда ты там что-то разбираешься, говорят еще что-то еще, да, так, особенно, когда рука, в атаке, в обороне, всегда, ну, естественно, положение, естественно, тут тоже, это все, как бы запутанная история, так что я даже, когда, последнее время, наверное, вообще не то, что не разговариваю, я так не особо разговариваю, может, по молодости, я там, как-то кипишовал, бегал за судьями, горло рвал, а сейчас вообще даже не разговариваю с ним, всем привет, пока, улыбнулся, ничего не поменяешь, и как судья решит, так и будет, нет смысла нервы тратить эмоции на суде, и просто надо играть в футбол, да и все. Секрет гола, просто что это, оказаться в нужный момент, в нужном месте, или это просто у тебя есть какое-то особое чутье? Наверное, есть чутье, я в детстве играл нападающего, вот, и, не знаю, я небольшого роста был, всегда там защитники высокие были, мне уже вдавалось головой забить, просто бежал в штрафную, надо, и самое главное, прибежать в штрафную, а там уже забьешь гол, ну, понятно, издалека можно шарафнуть, забить, а так, если ты бежишь в штрафную, голы забиваются, в основном бежишь в штрафной, и, если ты туда не прибегаешь, ты не будешь забивать голы, это, наверное, элементарно, если защитники стоят, обороняются, немало забивают, только со стандартов, вот, так что, когда бежишь в штрафную, ну, иначе ты забьешь гол, ну, плюс-минус, есть какой-то у тебя шанс, а бежать на ближнюю, на дальнюю, ну, тоже, это где-то чутье, это, как, наверное, и пенальти, вратаре отбивает, угадал, не угадал, и так же футболист пенальти забивает, не забивает, лотерея такая, ну, в штрафной, какое-то чувство есть в голове. Как ты реагируешь на критику? Стараешься закрыться в раковину, или просто не читаешь, ничего, спокойно живешь дальше? Я вообще в последнее время не читаю, если честно, и пресс, верить особо нечему, плюс-минус, ну, бывает, иногда пишут, ну, такое, просто прошел этот весь промежуток в жизни и, наверное, более опытный стал. Первое время, может, я реагировал, да, но сейчас как-то не реагирую вообще, что пишут, зачем, мне все равно. Ты никому ничего не докажешь и ничего не объяснишь, надо жить спокойно, вообще не обращать ни на кого внимания. Ты никому не нужен, и тебе, так же, можно сказать, кроме твоих близких и родных никто не нужен. Ты живешь, прежде всего, честность, ну, для себя, для своих родных и близких. Все остальное, ну, поговорили, покричали, дальше. Что тебя огорчает вообще в жизни? Огорчает? Сейчас вам скажу, что меня огорчает. Предательство, наверное, ложь какая-то, наверное. Вовсе, здесь с этим сразу тебе задам такой неудобный вопрос, вот он будет всего лишь один у нас с тобой в беседе, чтобы не уходить в дебри грустные. Мой коллега, СММ сборной, имел с тобой небольшую там переписку на тему, там, не знаю, контента, еще чего-то, вот. И он замечал, что он заходит, например, в вашу переписку в Телеграме, а ты все удаляешь, и у него, и у себя. То есть это что? Это такая какая-то защита? То есть там, ну, обычная переписка, да, то есть в ней не ты, не чем-то сокровенном делишься, не он. Нет, просто как бы... И у тебя просто тот опыт, та неприятная ситуация, она тебя все-таки научила? Ну, ни в коем случае, нет? Нет, 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 ты просто путаешься, когда очень много, есть какие-то Телеграм-каналы, или ты общаешься с кем-то и всегда путаешься. Я всегда люблю, у меня везде, в принципе, порядок, там, фотографии, музыку иногда удаляю, все как-то должно быть по папочкам, и много, и в Инстаграм удаляю тоже, ну, потому что хочешь что-то найти, потом не найдешь. Потому что сейчас все летит, 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 а там что-то найти, ну, как-то так привычку. А ты очень структурированный, да, человек? Да, я люблю, чтобы у меня было все по полочкам. Все хорошо. Тогда дальше. Что тебя вдохновляет? Вдохновляет? Дети, супруга, футбол, моя работа. То есть много, да, точек для вдохновения? Ну, ты когда живешь, я не знаю, мне кажется, ты не можешь на одном чем-то зацикливаться, и как-то ты духовно развиваешься, не знаю, и, ну, как-то так, не знаю. Нет такого, что вот одно раз, и все, и ты живешь по одной полосе такой, как можно сказать. В жизни же такая черная-белая полоса, черная-белая, здесь тоже не так все просто. Приходилось ли тебе какие-то праздники, ну, наверное, свои, в первую очередь, встречать на сборах? Ну, конечно, дни рождения всегда, в январе 27-го почти всегда я на сборах нахожусь, так что, ну, тут мне не повезло, конечно. Приятно, когда тебя поздравляют, болельщики, руководство, игроки, тренерский штаб, персонал, значит, еще кому-то нужен. Ну, хочу сказать вам спасибо за это. Наоборот, команда поздравляет. Ну, команда, уже надоело, что команда только и поздравляет, уже хочется дома, чтобы поздравляли. Хорошо, у тебя, у вас, в вашей семье есть какое-то домашнее животное? Или вы живете только вот, ты живешь только с девочкой? Не, ну, у нас собака, став есть. Ничего себе. Так что, но сейчас, на данный момент, мы переехали в квартиру, вот, и дом как бы продали, и новую землю купили, будем строить. И сейчас он пока, пока вещи там идет, суматоха такая с вещами, туда-сюда переезжают. Сейчас пока у Ксюшина, ну, с Ксюшиным братом живет, он с детства с ним, в принципе, в хороших отношениях. Так что, дружит и пока с ним живет. Ну, то серьезная порода, вы занимались его воспитанием? Занимались сначала, да, но потом у меня уже не было времени, больше Ксюша занимается. Она в нем души не чает, у меня никогда не было. Собаки, для меня собака, это нацепок посадил ее в будку, она гавка это храняет, и все. А вот в некоторых собак, это в машине, там, одевают, шубы покупают, еще что-либо. Ногти подстригают. Но ногти наши, мы тоже подстригали, так что? Хорошо, скажи, есть какой-то у тебя за последнее время, может быть, безумный поступок или безумная трата, что ты, например, потратил, там, не знаю, деньги, купил себе новые кроссовки, а потом такой, а зачем же я это сделал? Был что-то такое? Да, нет, я так, я разумно отношусь к этому, и у меня такого нет. Вести такой правильный просто. Не, ну честно, не фанатеет, может какая-то там вот вспышка, кто-то что-то говорит, но у меня такого нет, если честно, чтобы я там разбрасывался или еще что-то. Я думаю всегда наперед, так как у меня еще три девочки, не забывайте, мне их надо воспитать, покормить, а чтобы я купил там и тратил так огромное. Ну, не без этого, понятно, что есть какие-то небольшие-то, ну, подарки, но они разумные, они нормальные. Хорошо, а поступки какие-то безумные, там, не знаю, пересек двойное сплошное, вот так вот торопился. Нарушать же я не буду вам говорить, но, конечно, я нарушаю, я не нарушаю. То есть ничего, ничего, никаких безумств, ничего не было? Ну, нет, ну, такого нет, чтобы безумие было какое-то. Время ты любишь проводить в одиночестве? Ну, очень я компанейский, мне надо, чтобы был кто-то рядом, один не могу долго находиться. Я люблю дружные компании, посидеть, пообщаться, прогуляться, не знаю, так что, ну, я не люблю загоняться так, чтобы в одного где-то сидеть и с ума сходить. Хорошо, а есть какие-то, есть что-то, вот что ты, о чем ты жалеешь, чего ты не сделал? Или ты все-таки живешь на полной и стараешься сделать максимум, чтобы потом просто не жалеть об этом? Да нет, может, не замечал, но, может, это впереди будет еще, буду жалеть, пока еще я жизнь прожил не так, не так много, можно сказать, так что у меня еще вся жизнь впереди, потом будем, может, жалеть. Я думаю, что я все успею сделать. Любимое место на земле? Понятно, что родина, можно говорить, еще что-то, не знаю. Нет, ты давай честно скажи, Мальдивы. Нет, ну, на Мальдивах я люблю быть, ну, это нелюбимое прям такое место. Вот, не знаю, дом, уютно, когда дома, хорошо. Вот там, наверное, там, 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 там твое должно быть любимое место, где ты родился и когда тебя встречат. Там ты пригодился? Где там пригодился, пригожусь, я думаю, так что где-то там, наверное, ну, не... Мальдивы, Мальдивы приехал на 10 дней, 12, и все, и там, если ты максимум оттуда бежать хочешь, потому что скучно, в любом случае тянет домой, менталитет наш не обманешь, русский, так что хочется туда. Я как бы сейчас хотела, конечно, спросить, оптимист или пессимист, но, учитывая, что ты уже 20 минут улыбаешься, мне кажется, даже не стоит спрашивать. Хорошо, скажи, что ты думаешь, что будет вообще с футболом в будущем? Сейчас очень много развит, ну, очень сильно развит киберспорт, очень развиты какие-то технологии, уже скоро в Москве людей... Блогеры, блогеры, да? Ну, блогеры, скоро людей будут в Москве перевозить на вертолетах, и это будет там очень популярно, беспилотных, к тому же. Что ты думаешь, будет ли футбол и дальше, вот старичок футбол существовать в том виде, в котором он существует? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы футбол существовал, но, понятно, он не стоит на месте, но футбол двигается, и правильно вы говорите, что там кибер и блогеры сейчас создают свои там какие-то команды, играют, вот, заполонили, можно сказать, российский футбол. Ну, я нормально отношусь, конечно, здесь так просто с улыбкой и со смехом, вот. Ну, я думаю, футбол как был, существует и будет существовать, но самое главное, чтобы он только развивался, и его, наверное, не губили искусственно, он должен так существовать, что там молодые футболисты должны брать какой-то пример со старших футболистов, да, с регионеров хороших, качественных. Нельзя так взять и все поменять быстро, быстро поменять, чтобы футболист молодой, там, играл с молодым, сразу раз заиграли и все, повыигрывали или еще что-то. Я думаю, что это нереально, в любом случае, должно как-то сплав молодости быть и более старших футболистов. Что нельзя купить за деньги? На здоровье. Сначала тратишь, да, потом тратишь деньги на здоровье, на том, чтобы его восстановить. Окей, а в России ты любишь еще путешествовать по России? Был в каких-то значимых местах, может быть, там, Камчатка, Байкал? В Байкале я играл, в Иркутске, вот, а на Камчатке нет, мы, я все время хочу в Алтай съездить, вот, с Ксюшей разговаривали. Ну, то ребенок родился, то сборы, то тренировки, сейчас у нее карьера. Вот как она закончит карьеру, будет больше времени идти, потом она уже под меня подстраивается. Да сейчас мы пока не можем друг по другу подстроиться, потому что то сборы, то еще что-то. Вот, а так в Европе, да, люблю иногда поездить, в принципе, года два назад, как-то, три-то, два года назад на Афон ездил впервые. У меня очень остались такие впечатления хорошие, ну, душевные и добрые, наверное. Вот, в Иерусалим ездил тоже, где не был в таких каких-то святых местах. Мне иногда, ну, не знаю почему, так подталкивает и говорит, надо ехать туда, надо ехать туда. В Нижний Новгород, там, ездили тоже, там, есть хорошие места. Не знаю почему, с чем это связано. Вот 33 мне исполнилось, к примеру, я хотел поехать в Италию, в Рим, что-то шоппинг, там не шоппинг. В Ахмате был на сборах, было три дня, выходных. С другом собирался, ну, созвонились, он просто в Европе, там, играет, говорит, давай встретимся. Что-то вроде договорились, потом раз, мне просто перещелкнуло, вот так. Я захотел в Иерусалим, и все, и поехал в 33, возрасте Христа, почему так. Меня раз туда отправила судьба, побыл там три дня и вернулся обратно на сборы, на вторые или третьи, между сборами. Не знаю, у меня все спонтанно, вот так вот, это как в машину ты приходишь, я не люблю там заказывать, ждать, что-то, у меня нетерпешка. Если я увидел, пришел, увидел, влюбился, забрал и пошел дальше, поехал, ну, если деньги есть, конечно. Что вы вообще планируете после завершения карьеры? Что, может быть, интересно тренерам, а может, интересно вообще в судействовать? Вы так хотите, чтобы это кончилось? Нет, не хочу. Я еще не задумывался, я не задумывался, честно. Ну, понятно, что я учился на тренера, ну, и учусь до сих пор, в любом случае, я играю и учусь, лицензия есть, сейчас надо будет защищать ее. Хотелось бы быть тренером, хотелось бы остаться в структуре футбола, спорта, дальше прогрессировать как-то, ну, что-то, не знаю, первое время так было резко, потом отпустило меня и сказал, зачем задумываться об этом, надо играть в футбол еще, еще поиграть, а потом только уже будешь думать. Потом ребенок родился, сейчас как-то так, погружен весь в футбол, футболом и понимаю, что я еще не наигрался в футбол, а я еще хочу играть. И можно было бы вернуть, наверное, там лет 10 назад бы, я бы все отдал бы, чтобы 10 лет назад вернуть обратно и еще поиграть. Еще 10 лет поиграть. И еще поиграть. Продолжение следует...